группа образовалась 1988 году в ленинграде где в одной из школ одноклассники михаил он же горшок горшинёв александр поручик щеголёв александр балоболунов приняли судьбоносное решение играть музыку историческая встреча андрея князева с михаилом произошла несколькими годами позже в реставрационном училище санкт-петербурга там-то андрей познакомился с творчеством группы носящий тогда название контора горшок выступал как идейный вдохновитель и вокалист полу был гитаристом поручик барабанщиком в качестве инструментов используя пивную бочку на басу играл шурик василий князю понравились записи а горшку понравились стихи князя на которой он сразу же стал писать музыку состав группы стал следующим михаил горшок горшинёв давайте чуть подробнее поговорим о нем михаил родился 7 августа 1973 года в небольшом населенном пункте пикалёво ленинградской области в семье майора пограничных войск юрия горшинёва и его жены татьяны мама будущего музыканта окончила петрозаводскую консерваторию преподавала музыку в детсаду музыкальной школе а потом перешла на работу в детский дом михаилу исполнилось два года когда родился его младший брат алексей тоже посвятивший свою жизнь музыки он вокалист рок-коллектива кукрыниксы отца часто переводили по службе в разные гарнизоны им я везде следовала за ним горшинёвым исколесили почти весь советский союз на протяжении длительного времени им довелось жить на дальнем востоке когда миша достиг школьного возраста горшинёвы жили близ хабаровска родители приняли решение не отдавать сына местную школу отправить к родной бабушке в ленинградскую область там мальчик и пошел в школу спустя некоторое время отца перевели в ленинград он получил квартиру на ржевке михаил продолжил обучение в городской школе номер 147 то время музыка его мало интересовало мальчик мечтал о военной карьере тренировался секции бокса как-то незаметно пришло увлечение музыкой миши нашли учителя игры на гитаре который занимался с ним дома именно в школе горшинёв познакомился со своими будущими коллегами двумя александрами булоновым и щеголёвым которые учились с ним в одном классе а потом играли в одной рок-группе они стали лучшими друзьями и эта дружба длилась всю его жизнь андрей князев князь родился князев 6 февраля 1973 года северной столицы семья жила купчине здесь же андрей учился в школе номер 443 посещая секции футбола и волейбола также он занимался рисованием дома у него царила комфортная обстановка родители поддерживали увлечение ребенка том числе когда сын познакомился с мишей и начал петь группе андрей признавался что окончательно от старших родственников съехал только в 32 года у меня была твоя творческая комната я не хотел из нее никуда переезжать говорил андрей александр балу балунов в девятнадцатый день весны 1973 года в городе на неве у татьяны и валентина балуновых случилось радостное событие на свет появился младший сын саша рыба по знаку зодиака чуть раньше семье принимали поздравления с рождением первенца славы известно что мать в девичестве носившая фамилию савельева пришла в этот мир 20 декабря 1946 и посвятила себя музыкальному воспитанию дошкольников а брат окончил политехнический институт положенный срок мальчик пошел в местное среднее учебное заведение номер 334 а затем перевелся в школу номер 147 где в 14-летнем возрасте и произошло судьбоносное знакомство с мишей и александром причем балу и горшка сначала связала не мелодичное искусство то время у них даже не было гитар в наличии а литература молодые люди вместе писали книги а уже потом переключились на создание песен как признавался артист позднее школьные годы он практически не вспоминает для него более существенным считается то что связано с его творчеством слову ни у кого из первоначального состава короля и шута не имелось соответствующего образования впрочем вышка в александр все же есть как и второй разряд по шахматам и еще один участник группы александр поручик щеголёв родился он 8 апреля 1973 года в ленинграде 1990 году окончив одну из ленинградских школ принял историческое решение полностью посвятить себя музыки поступил в музыкальную школу игоря голубева обучение в которой было успешно прервано призывом в российскую армию 1993 году доблесть нанес службу карельском лесу устанавливал секретную правительственную связь для президента ельцина правда всего один раз впрочем военная карьера была прервана неутомимым желанием играть в панк-рок и в 1995 году вернувшись из армии посвятил себя группе король и шут навсегда название король и шут группа взяла в 1990 году до этого времени на обсуждение музыкантами выносились такие названия как зарезанный одуванчик армагеддон апокалипсис король шутов последний вариант и лег в основу нынешнего названия группы 91 92 годах на полупрофессиональной студии михаэла кольчугина были записаны первые несколько песен мертвая женщина охотник король и шут а также в долине болот то же время состоялся первый эфир на радио в программе анатолия гуницкого 1994 году был записан малотиражный неофициальный альбом будь как дома путник который вышел ограниченным тиражом только на кассетах и долгое время считался среди поклонников настоящим раритетом этот вариант альбома номерным не является первое выступление группы на публике состоялась девяносто втором году школе ритма игоря голубева здание старого рок-клуба на рубинштейна 13 93 год первое выступление в питерском клубе там-там сивы гакеля а также московском клубе секстон 1993 года по 97 король и шут выступали по питерским клубам там-там полигон гора тенн лесопилка рок-клуб арт-клиника и прочее и носта пятом году группу пришел гитарист яков цверкунов 1996 году была снята получасовая передача о группе король и шут которая неоднократно транслировалась в эфире 5 канала большое спасибо за это наташи курсановой и и съемочной группе результатом съемок этой программы стали четыре малобюджетных клипа на песни дурак и молния внезапная голова садовник блуждают тени и носта шестом году вышел свет первый номерной альбом камнем по голове записанной на студии мелодия в этом же и следующем годах король и шут приняли участие фестивале наполним небо добротой который организовал юрий шевчук и театр ддт также группа выходила на сцену юбилейного и дома культуры горбунова играя на фестивалях такими группами как toy dolls the strangers exploited и так далее 1997 год стал годом выпуска второго альбома под названием король и шут альбом состоял из песен уже вошедших в альбом будь как дома путник но более качественно записанных осенью 1997 года в группу был приглашен звукорежиссер павел сажинов и звук 1998 году на студии мелодия был записан очередной акустический альбом высокооцененные музыкальными критиками которые отметили возросший профессионализм и редкую для панка группы и запретательность в аранжировках записи принимали участие певица марина капура и скрипачка мария бессонова мария нефедова которая играла на скрипке которая также участвовала в записи этого альбома присоединилась к постоянному составу группы летом 1998 года питерским режиссером борисом деденевым был снят первый настоящий клип на песню ели мясо мужики 20 февраля 99 года группа впервые собрала дворец спорта юбилейный петербурге концерт был организован компанией sp concert 99 году акустический альбом был выпущен компанией орт рекорд 99 году также вышел в свет концертный альбом ели мясо мужики записаны в клубе спартак при содействии панкера игоря гудкова и алексея деги по прозвищу бесстрашный одновременно вышел и видео варианта этого концерта из материалов этого выступления и концерта в ds юбилейный 10 октября 1999 года был сделан клип на песню охотник 2000 году вышел свет очередной альбом герои и злодеи а в группе появился новый гитарист александр ренегат леонтьев который ранее привлекался в качестве сессионного музыканта тогда состав группы король и шут стал следующим андрей князев михаил горшанёв александр балунов яков пиркунов александр леонтьев марине федова и александр щеголёв весной 2001 года группа с размахом отметила десятилетие юбилею король и шут выпустили сборник своих лучших песен назывался он собрание а также провели грандиозный тур с концертами во всех крупных городах европейской части россии сибири и беларуси в рамках тура группа выступила с концертами в ds юбилейный санкт-петербург и на малой арене стадиона лужники москве добившись перри аншлага группа принимает участие во всех крупнейших музыкальных фестивалях россии осенью 2001 года был записан альбом как в старой сказке сингл с этого альбома проклятый старый дом на протяжении почти полугода занимал первое место фит-параде нашего радио чартова дюжина весной 2002 года группа получила премию поборол от нашего радио в номинации выбор слушателей том же апреле 2002 года по опросам журнала фьюз группа король и шут была признана лучшей группой 2001 года еще одну музыкальную премию овация группа получила в мае 2002 года в номинации лучшая рок-группа года в октябре 2002 года вышел очередной альбом жаль нет ружья сингл из которого мертвый анархист и медведь долгое время оставались на верхних позициях теле и радио хит-парадов в марте 2003 года компания мистерия звука выпускает cd mc и dvd и vhs версии двухдневных концертов группы в лужниках прошедших таншлагами 18 19 октября 2002 года 15 ноября 2004 года время выхода альбома бунт на корабле все инструментальные партии которого записывались музыкантами живьем по принципу концертника в один прием после выхода бунта на корабле режиссером валерием хатином автором видео проклятый старый дом был снят клип на песню месть гарри 2005 год заставил поклонников короля и шута серьезно поволноваться поводом к этому послужили вышедшие практически одновременно сольные альбомы фронтменов группы андрея князева и михаила горшинева горшок записал пластинку с песнями легендарной питерской группы бригадный подряд а в октябре 2005 года продажи появился сольный альбом андрея князева любовь негодяя по словам музыкантов их сольные работы всего лишь возможность самореализоваться и экспериментов вне их основного творчества группы король и шут конце 2005 года и начале 2006 составе группы произошли серьезные изменения из группы уходит скрипачка мария нефедова а следом за ней по личным обстоятельствам покидает коллектив александр балу балунов игравший король и шуте с момента основания группы также в связи с тяжелой семейной ситуации александр ренегат леонтьев прекращает регулярную работу в группе на вакантное место скрипача группы был приглашен дмитрий каспер решка а место бас-гитариста занял дмитрий колбаса кондауров которого через некоторое время сменил московский музыкант сергей захаров так сформировался нынешний состав группы михаил горшинев андрей князев яков цвиркунов дмитрий решка сергей захаров и на бас-гитаре александр щеголёв в декабре 2006 года новом составе короля шута выпустили новый альбом продавец кошмаров который по оценкам критиков стал одним из лучших альбомов группы синглы марионет и ром продержались хит-параде нашего радио чартова дюжина рекордные сроки видеоклип на песню ром музыканты снимали в немецком городке бремен видеоматериалы снятые во время сольного концерта короля и шута в питерском юбилейном стали основой для концертного видео под песню марионетки зимой 2007 года князь и горшок попробовали себя в новом качестве новый 2007 год на нашем радио начался со страшной сказки морозка которую от имени автора персонажей паралям рассказали фронтмены группы когда же было решено записать целый цикл подобных страшилок взятых из собраний русских народных сказаний и сказок братьев грим сентября 2007 года произошли очередные изменения в составе группы павел саженов бессмертный звукорежиссер группы на протяжении более чем 10 лет стал клавишником его место за пультом был приглашен денис неволин группа существовала довольно долгое время посещая огромное количество фестивалей имея большое количество концертов и успешных альбомов и синглов но 19 июля 2013 года михаил горшинёв был обнаружен мертвым в своем пригородном доме в санкт-петербурге как показало вскрытие причины смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и наркотического вещества горшинёв не дожил всего 19 дней до своего сорокалетия те предстоящие выступления группы были отменены 22 июля во дворце спорта юбилейные прошла церемония прощания с михаилом проститься с музыкантом пришло более 10000 поклонников после церемонии прощания тело михаила кремировали выполнив его последнюю волю изначально прах горшинёва планировали развеять но второго августа он все же был захоронен на богословском кладбище санкт-петербурга позже музыканты группы заявили что решили сохранить постановку зон коперы тот 14 августа музыканты сделали обширное заявление на официальных ресурсах группы в котором указали что до конца года король и шут выступит с прощальным гастрольным туром по городам россии украины и белоруссии посвященном памяти михаила горшинёва последние концерты музыканты дали 27 28 декабря в рязани 31 декабря группа поздравила своих поклонников с новым годом объявив что с 2014 года музыканты короля и шута продолжит выступать под новым названием северный флот также называется одна из песен которая была написана михаилом горшинёвым как объяснили музыканты данное название соответствует их духу и историческим корням группы под этим же названием будет выпущен новый полноформатный альбом над которым они начинали работать вместе с михаилом 9 февраля 2014 года вышел свет последний официальный релиз группы король и шут видеоконцерт на краю life единственная презентация которого состоялась в этот же день в клубе космонавт основой видеоработы стал большой сольный концерт коллектива который прошел 2 февраля 2014 года во дворце спорта юбилейный 13 февраля 2014 года начался новый сезон зон коперы тот специально для которой было решено оставить название король и шут но только для зон копера исполнителем главной роли стал роберт астролуцкий 2014 года князев совместно с бывшим бас-гитаристом группы был новым начали восстанавливать архивные песни группы король и шут и выкладывать их в интернет для бесплатного доступа в августе 16 года вышла книга о творческом пути группы под названием король и шут между купчиной и ржевкой автором книги выступил один из основательной группы король и шут а также гитарист проигравший в группе более 18 лет александр балу балунов а в июле 2017 года вышла вторая часть диалоги и король и шут бесконечная история сожалению на этом история группы по сути заканчивается но я знаю все фанаты которые слушали группу годами и выросли на их песнях будут всегда хранить в себе в своем сердце память о этой прекрасной группе а их выступлениях а их концертах а их произведения поэтому группа вместе с их лидером будет жить вечно а вам я хочу сказать спасибо что досмотрели данный ролик до конца не забудьте подписаться на канал поставить лайк написать в комментариях ту группу который вы хотели бы услышать в следующем ролике и до встречи следующем видео а а а а а а а и а Продолжение следует...